Пустой человек. Нет, это не про того мидера, который сломал шмотки в игре и стал ЛФК. Фильм, который снят по комиксам и который идёт почти два с половиной часа, что для некоторых может быть чересчур много, так как это не типичный фильм, где пытаться испугать скримерами, а скорее триллер, который очень медленно разворачивается. В итоге отзывы поделились на два лагеря. Одни говорят, что фильм нудный, медленный, а вторые, что там очень глубокий смысл. И кто его не понял, тот быдло. Поэтому бери чай, что-нибудь поесть и отправляемся смотреть на этого пустого человека. Действия происходят в горах Бутана в 95-м. Где группа американских туристов ищет себе приключения на жопу. Всё хорошо, они медленно поднимаются в гору и наслаждаются обстановкой Южной Азии. И этот подъём показывают как-то долговато. Я как зритель, конечно, должен понять, что это тяжёлый, геморрный путь. Но лучше показывать это кадрами, потому что в фильме долгий подъём смотреть как-то не очень весело. Группа собирается идти дальше, но в один из компашки начинает слышать какой-то звук, который другие не слышат. И идёт проверять в чём дело. Титры вы не видите, а это означает, что фильм продолжается. Друзья этого чела офигевают по-американски, и один из них спускается в ущелье, чтобы узнать, как же там друг. Спустившись в пещеру, он видит друга, который пускает слюни и залипает в местного жителя. Но парню всё равно, и он дотрагивается до своего товарища, и последний уходит в оффлайн режим. Кое-как пола вытаскивают из пещеры, однако из-за того, что его тащат на себе, время похода сильно увеличивается, и спуститься вниз они быстро уже не могут. Да ещё и погода резко ухудшилась, и вот-вот начнётся метель. Девушка из группы замечает лачугу, и предлагает пойти туда поискать помощи. Дом оказывается пустой, и ребята решают тут пересидеть плохую погоду, да и посмотреть, что же там с полом. Интересно, что дом показан заброшенным, но там на заднем плане есть звуки домашних животных. То есть вроде как хозяин у лачуги всё-таки есть, и представьте, как бы он офигел, если бы оказался дома, а тут уже живут американцы. Посол нахуй, американец! Нахуй иди, американец! Может он газом надышался? Я был там же, где и он. Если это не сотрясение, то он тронулся. И если ему не станет лучше к утру, тогда я пойду и машину найду. Ясно? Ночью интересного ничего не происходит, и мы перемещаемся во второй день. День второй На следующий день Полу, конечно, лучше не стало, и поэтому парень и его девушка уходят искать помощь. С Полом оставляют его девушку, и через какое-то время после их ухода она замечает в окне фигуру. Думая, что это хозяин дома, она выбегает на улицу в попытках позвать его на помощь. Как только она закрывает дверь, приходят её друзья и не особо ей верят, что там кто-то был, потому что они были на улице в тот момент и видели, как она убегает в дом одна. Тебе показалось? Тебе показалось? Этого не было. Этого не было. Тебе показалось? Днём интересного ничего не происходит, и поэтому нас переносят опять ближе к ночи. Только на этот раз Пол зачитывает рэп уха своей спящей девушки. Утром оказывается, что Пол испарился, и только на снегу остались его следы, по которым группа и отправляется на его поиски. Если он не ушёл 15 минут назад, то очень интересно, как в такую погоду все эти следы просто не замело снегом. Мне уже надоели эти твои номера. Это не поможет. Резко девушка Пола впадает в режим берсерка и с припрятанным ножом нападает на своих друзей. Она их убивает, скидывает в пропасть, после чего смотрит на Пола и добровольно совершает прыжок вверх. Что мы говорим Богу смерти? Давно пора, хули ты так долго. И так начинается. Пустой человек. Оказывается, что это была предыстория, и мы переносимся в настоящее время в США в городок Вебстер-Миллс, главному герою Джеймс Ла Сомбро, бывший полицейский. И фильм решает, что лучше всего нам его показать и раскрыть через то, как он работает, бегает, курит, бухает, жрёт, ездит проктологу на приём, и ещё до хера сцен, которые можно было просто вырезать. Потому что, серьёзно, они просто показали весь его рабочий день. Как будто это документалка об обычном работяге с завода и как он живёт. Эти сцены показывают нулевое влияние на сюжет, и начинает складываться ощущение, что фильм зачем-то растягивают искусственно. После приезда домой к Джеймсу заходит дочь соседки Аманда, которую играет актриса русского происхождения Александра Фролова. Почему же взрослый мужик общается со школьницей соседки, вы можете спросить. Ведь сейчас, даже посидев на диване рядом с ребёнком, уже можно уехать на пару лет отдыхать в тюрьму. И вот почему. У соседки пару лет назад умер муж, и наш бывший полицейский решил начать изменять своей жене с соседкой. В один из таких походов, пока он закидывал палку соседке, его жена с сыном так немножко погибли в автокатастрофе. И теперь главный герой каждый день мучает совесть. Аманда пришла, чтобы рассказать про то, как она преисполнилась, и что у неё где-то открылся третий глаз. Что если наши мысли начинаются не у нас в голове, и они проходят через нас, как сигнал по проводам. Джеймс, конечно же, не вдупляет, о чём говорит Аманда, и последняя после звонка Лям Аман уходит домой. День первый. На следующий день соседка идёт будить Аманду в школу, но в комнате её не оказывается, и она зовёт Джеймса, чтобы он как-то ей помог. Полицию позвонила? Через пару минут будут. Пустой человек заставил меня это сделать. Приходят полицейские, которые, слышав всю историю, и что там замешана девушка 18 лет, которая просто ушла из дома и не вернулась, естественно, сливаются. Миссис Куэйн, вашей дочери 18 лет, она дееспособная. Она школьная. Вы говорите, её чемодан пропал, и она, видимо, сбежала. Доброго вам дня, миссис Куэйн. Мы вам позвоним. Они ничего не будут делать, да? Да, скорее всего, не будут. В личных вещах Аманды он находит буклет какого-то института моста и надпись «Тульпа». И так как менты слились, а сам Джеймс бывший полицейский, то он и решает расследовать это дело самостоятельно. Составь мне список друзей Аманды. Первым делом он едет в школку, чтобы опросить её друзей. Как раз освобождается одна из подруг Аманды, и Джеймс начинает пытаться у неё хоть что-то узнать. Привет, я Джеймс Лосомбра, друг Аманды. Да, я вас знаю. Ну, а ты не знаешь, где Аманды? Подруга Аманды садится к нему в машину. Он ставит телефон на запись разговора. И подруга начинает рассказывать, как до этой всей истории дошло. Два дня назад компаж команды чилила возле какого-то заброшенного моста. Но и так как местность страшна, да ещё и ночью, Аманда кое-что предлагает сделать друзьям. Вызовем пустого человека. Что за пустой человек? Если коротко, то на мосте нужно найти пустую бутылку, дунуть, и за тобой придёт какой-то нех. Найти бутылку и дунуть, в принципе, ритуал, который у нас делают некоторые люди и так. Для этого не нужна какая-то городская легенда. И после этого люди чего только не видят. Компашка очкует, но Аманды берёт их на понт, и каждый из друзей дует в бутылку. После чего Аманда завершает этот ритуал, произносит пустой человек три раза, и толкает бутылку в тёмную часть моста. На этом подруга завершает свою историю и уходит. Джеймс берёт адрес остальной части банды, но прокатившись каждому из списка домой, никого из них не находит. Вся группа, кроме девчонки и школы, полностью пропадает. Однако у каждого из них была запись про этот институт моста дома. Джеймс приезжает на тот самый мост, чтобы осмотреть место, после которого ребята и пропали. Идя по мосту, он замечает бутылку и почему-то решает тоже дунуть. После этого он чуть-чуть бродит по мосту в поисках улик и находит незакрытый люк на нижний ярус моста. Джеймс туда спускается и находит друзей Аманды, которые вместе там зависают. Аманды среди этих друзей нету, и так оказывается, что она единственная, кто ещё, возможно, жив. Ведь нас переносит к смугляшке, которая принимает ванну, но к ней приходит пустой человек. Голую школьницу я вам показать не могу. Не смей больше! Никогда так делать! Поэтому придётся использовать силу воображения. Пустой человек ножницами делает вне пару лишних отверстий, но оказывается, что она сама это собой и делала, после чего покидает этот мир. В это время детектив рассказывает Джеймсу, как этот пустой человек ему уже надоел, и что это уже не первое преступление, где он упоминается. Три недели назад мать скормила младенца стаи бродячих собак. На кухне она написала на полу «пустой человек». В итоге Джеймс возвращается домой и сразу бежит за компьютер, чтобы сыграть катку в доте. Ну или начинает гуглить, что же это за институт моста. Оказывается, что это какие-то религиозные шизики, проще говоря, культисты чего-то там. Закончив с поиском информации, Джеймс немного так принимает на грудь и уходит спать. Поспать особо не удаётся, так как Джеймс слышит, что кто-то проник в его дом, и, пустив нутеллу в себе штаны, идёт искать нарушителя. Дома никого не оказывается, только входная дверь открыта, и так мы переносимся во второй день. Но и стоит заметить, что фильм играется с тем, что реально ли видит Джеймс что-то, или у него из-за таблеток едет крыша. Потому что после смерти семьи, Джеймс глотает тяжёлые таблетки каждый день, да и частенько их запивают бухлом. Джеймс заходит на второй день к этим шизикам, чтобы разузнать об этом институте моста, и почему группа школьников туда ходила. Девушка с лицом, как будто она продавец из Арифлейм, даёт ему анкету и старается доджить все его вопросы. В итоге Джеймс заполняет анкету, и так оказывается на их собрании. В собрании ведёт какой-то инфо-цыган, который рассказывает, как все преисполнятся, и у них откроется третий глаз. Из-за того, что Джеймс максимально неподозрительно начинает расспрашивать людей, видели ли они Аманду, и кто общие такие, его замечает инфо-цыган, который уже лично начинает в него вливать свои бесценные знания. Пустой человек – это медитация. Помехи мешают концентрации. Технология крадёт нашу память. Повторение мешает усвоению. Я так рад, что вы вернулись. Надеюсь, останетесь подольше. Я здесь впервые. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Так Джеймс понимает, что ничего из этих людей на собрании ему не достать. Потому что каждый раз, как он кому-то подходил, чтобы показать фотку Аманды, люди с каменным лицом отвечали, что хозе, кто это такая. Тогда Джеймс делает гениальную многоходовочку, делая вид, что он уже уходит. А сам место выхода начинает бродить по этому институту. Какое-то время Джеймс ходит по институту, выискивая зацепки по Аманде. Ну, или вдруг они её тут в катакомбах насильно прячут. Но, к сожалению для Джеймса, его достаточно быстро находит охрана. Джеймса, словно бомжа, который заскочил зимой по Гресса в подъезд, выкидывают на улицу, где как раз курит тот пацан, который морозился и не узнавал Аманду. Покуривая, оставшись наедине с Джеймсом сишку, пацан начинает всё-таки рассказывать правду. По словам этого пацана, у них есть главный штаб в лесу, где и тусят избранные из избранных. И без шуток. Через крутой переход Джеймс туда и отправляется. Приехав в штаб-квартиру сектантов, мы замечаем, что почему-то главный штаб похож на сарай в деревне у твоей бабки. Вот-вот выйдет дед и предложит тебе самогон, ну а потом покататься на тракторе. Наш бывший полицейский заходит внутрь и почти сразу находит всякие папки с досьяной людей. Тут личные дела всех друзей Аманды, которые зависли под мостом навсегда. И внезапное личное дело самого Джеймса, который лежит в отдельной красной папке, но внутри ничего не оказывается. Джеймс продолжает свои поиски и находит видеомагнитофон и кассеты к нему. Не знаю, кто оплачивает свет за заброшенное здание, но он тут есть. Поэтому Джеймс начинает просматривать записи. И на одной из них как раз есть детишки, которые кого-то пытаются вызвать, и не похоже, что это пиковая дама. Короче, дети кого-то вызвали, и это существо, надеюсь не говном, начинает на записи мазать стены. Джеймс поворачивается и такой, опа, так это же было прямо тут. Но от дальнейшего исследования его отвлекает какой-то шум на улице. Каким-то неизвестным образом гигантская толпа внезапно оказывается рядом и начинает водить хоровод. Может они до вечера сидели в ближайших кустах, может Джеймс немного глуховат, кто знает. Но тяжело представить, как они там оказались так беззвучно. В итоге свет и огонь резко пропадают, и Джеймс пытается разглядеть, куда же пропала толпа тиктокеров. Каким-то чудом Джеймсу удается сбежать, и он сразу едет в полицейский участок, чтобы рассказать о том, что с ним случилось. Но копы опять морозятся, говоря, когда убьют, тогда и приходите. Да и ты сам виноват, полез на частную собственность. Скажи спасибо, что в жопу тебе с дробовика никто не выстрелил. Поэтому Джеймс уходит ни с чем. Джеймс понимает, что в этой войне он остался один на один. Поэтому кабанчиком едет к Норе, чтобы она уехала с города, ведь сектанты могут атаковать и ее. Помнишь, я тебе рассказывал про понтифика? Да. Я думаю, они их убили, Нора. Они знают, где ты живешь. После звонка из секты Эрифлейм, Джеймс отвозит Нору в какой-то отель за городом, где у них состоится диалог о дочери Норы, что он думает, что она все-таки еще жива. И он, как Наруто, вернет Саски обратно в Каноху. Если что, то Манда не его дочь. Чисто просним это. Изменять он начал гораздо позже. Джеймс пытается поспать, но опять просыпается из-за шума у него дома. Только на этот раз пустой человек уже не просто шумит кастрюлями, а показывает себя. Дома в очередной раз, кроме Джеймса, никого нет. Но он обнаруживает за дверью игрушечного медведя. После этого нас переносят в утро, и так начинается третий день. День третий. С самого утра Джеймс следит за тем пацаном. Пацан катается по городу и собирает своих друзей. Затем зачем-то они едут со своей компашкой в местную больницу. Джеймс, конечно же, идет прямо за ними. После этой херни Джеймс ждет, пока пацан развезет всех своих друзей и останется один. После этого он его похищает и отвозит в Дагестан на кирпичный завод. Джеймс пытается убить инфу с пацана уже силой о том, где Аманда. Но так как пацан-сектант, его крышу уже давно покинула чат. И он ничего нормального сказать не смог. Ему нужен пустой человек, как мост в остальную миру. Он придет и сотрет все границы. Как вы достали свои ахинеи. Нихуя за вы, блять. Ты въебал. Эй. Он забивает на пацана и решает еще раз заехать в институт моста. Только на этот раз ему будут уже все равно на охрану. Всем дам пизды. Вот только он не думал, что просто оставляя одного из членов культа вот так валяться на земля. Он как бы дал ему возможность предупредить весь институт, что к ним едет гость. И те могли бы подготовиться к его приезду. Джеймс мог бы хотя бы его телефон забрать или привязать чела к столбу. Джеймс начинает искать зацепки хоть на что-то и неожиданно находит сам себя. У них есть его дело, вся его личность и тут думаю нужно объясниться. Тот чел, который пускал слюни на кассете и изрисовывал стены говном, это наш Джеймс. Он тульпа, которую создали в этом институте и ему внушили личность рандомного чела с газеты. Там как раз был коп. Только его звали Ворон и его семья как раз вот так погибла в автокатастрофе. Джеймс не верит, что он чьет о создании и едет прямо в больницу к мужику, которому поклонялись те дети. Можете мне рассказать про того Типала вон в той палате? Его привезли в Белвью 23 года назад. Насколько мне известно, у него нет имени. Краем глаза он замечает, что у мужика в палате кто-то сидит. И этим кто-то оказывается Аманда. Как его зовут? Без понятия. Он отправляет, мы принимаем. Нора, это я, я нашел Аманду. Простите, кто это? Ну и думаю, вы уже все поняли, что пустой человек это Пол из предыстории. Джеймсу становится плохо, и он думает, что зря купил тот салат в магазине по акции. Аманда рассказывает, как все было на самом деле. Я все и устроила. Написала в твоем сценарии, когда мы тебя создавали. Что ты несешь? Мы создали тебя всей группой. Мы написали твою полную биографию и намеренно думали о ней несколько сеансов. Аманда дотрагивается до Джеймса, и он оказывается у пустого человека. Джеймс не особо хочет с ним разговаривать и пытается текнуть с подвала. После орального изнасилования, Джеймс выбирается из подвала и отправляется к себе домой. Только его дома уже не существует, там просто пустое здание. После этого Джеймс опять направляется в больницу. Он попадает в палату к Полу и делает на нем фраг. Дальше он выходит, как уже пустой человек, и все слуги ему кланяются. На этом фильм и заканчивается, а мы можем подводить итоги. Если кто-то из вас все-таки что-то не понял, то я постараюсь коротко объяснить, в чем был смысл. Пустой человек – это дерьмодемон. Но ему нужен сосуд, в котором можно тусить. Наш демон такой достаточно модный, и он носит сосуды только от Гуччи. Таких людей мало, и они появляются раз в 500 лет. Поэтому культисты решили забабахать ему тульпу, в которую можно и сесть, а не ждать следующие 500 лет новый мясной костюм. Фильм неплохой. Серьезно, его назвать дерьмовым очень тяжело. Тут офигенная работа с камерой. Видно, что человек получает доширак за дело. Но проблема в том, что трейлер фирмы был такой кликмейтный, наверное. Лично я подумал, что это будет очередной фильм «Скример», где меня будут пытаться напугать. Такая легенда о Слендермене, только пустой человек. На деле оказалось, что это детективный триллер. Тебя тут пугать никто не будет. Он идет долго, да и ты еще должен думать, а не попивать пивко и есть чипсы. Поэтому часть людей расстроилась. Они шли на одно, а получили совсем другое. Если вы хотите отдохнуть после работки или школы и отключить мозг на время, то этот фильм не очень подходит. Тут нужно постоянно следить за мелкими деталями. Он чем-то напоминает «Остров проклятых» с Ди Каприо. Мнение о фильме поделилось на два лагеря. Что, мать твою, здесь происходит? А вы не понятны, что вы, долбанек, вы ничего не понимаете? Хотелось бы услышать ваше мнение об этом пустом человеке. У фильма есть минусы. Например, ощущение, что его специально так в некоторых местах растянули. Ненужные сцены. Странные мувы главного героя. Но если вы любитель трейлеров, детективов про полицейских, то это достаточно неплохой фильмец. Что ж, спасибо за просмотр. Получайте удовольствие от фильмов. И пусть плохое кино обходит вас стороной. До скорых встреч.